Итак, мы идем уже почти к финишной прямой. Нашу коммуникацию мы рассматривали на уровне проблемы. Как построить коммуникацию от источника информации к передающему. И сегодня мы постараемся поговорить, как нам теперь оформить это в сигнал, в послание. То есть продолжить эту коммуникацию, потому что главное – коммуникативное желание текста. Значит, автора этого текста. Не просто с нами коммуницировать, но коммуницировать через нас, с этим миром, с людьми. Поэтому нам, если мы хорошо прочитали, истолковали, осознали и поняли текст, смысл нам этого мало. И автору этого текста, Богу этого мало. То есть он хочет, чтобы через нас мы были ретрансляторы дальше. Но здесь проблема – как теперь это дальше передать. Это сегодняшний отец. Конечно, когда мы изучаем, читаем Библию, понимаем, понимаем, что… Как я сейчас, секундочку. Говорю о библейской проповеди, да? И каждый фрагмент есть часть общей истории повествования. Значит, каждая проповедь ставит и достигает библейскую цель. Библейская цель, на мой взгляд, такова – восстановить в человеке образ Бога, созидать новое творение во Христе и явить славу Бога, созидая Его Царство. Ну, в общем. То есть это не обязательно повторять в каждой проповеди, но это наша цель, да? Это богословие проповеди. То есть к чему я хочу призвать, да? Каждый фрагмент библейской истории направлен на эту цель. Значит, каждая библейская проповедь должна продолжить эту цель. Можно говорить о чем угодно. О внутрисерковных проблемах, о церкви и мире, о проблемах в семьях, воспитании детей и родителей – масса. Но это вот стрелочка на компасе, который показывает на север. Понимаете, да? Вчера, когда мы говорили о притче о работниках виноградники, помните, я просто хотел показать еще раз этот пример. Просто такой простой подход к исследованию текста, к изучению. Конечно, если так, ну, не знаю, может Бог так устроит, что, может, с вами еще когда-то встретимся на лекциях, не знаю, может быть, будет какой-то предмет, где можно глубже какие-то вещи изучить, но, тем не менее, я хотел показать такой вот пример. Значит, я показал вот структуру, интересная структура этой притчи, да? Помните, это вот все меняется. Но структура, помните, форма, содержание, функция текста. Но форма текста, его структура, оказывается, есть содержание, в самом содержании притчи есть некий разворот, да? Такой переворот. Вот, то есть уже структура такая, не зря, это не просто так для эстетики, да? Значит, есть влияние на содержание, или содержание влияет на структуру, это другой вопрос. И видим функцию. Функцию этой притчи – это перевернуть сознание, перевернуть мышление, да? Потому что, чтобы понять Царство Божие, нужно обратиться, покайтесь, обратитесь, да? То есть нужно поменять мозги. И только тогда, и притчи помогают нам поменять мозги, поменяют нам конвертироваться, да? То есть обратиться. И когда мы обращенными, ну, я имею в виду корень слова «вращать», да? «Вращение», когда мы обращенным мышлением, ну, обращенным не в таком религиозном, да, раз обратили в какую-то там религию, да? Понимаете, да? Обращенным мышлением входим в этот мир притч, выходим в Царство, и мы начинаем понимать это Царство. Мы начинаем понимать Царство Божие, кто такой Царь, почему он так поступает? Вот почему для некоторых притчи оказались тайны, это загадка Марка, да, что одним говорится, и они не понимают, потому что у них, и приводится Исаия, огрубело сердце, то есть у них перевернулись мозги, и они не могут понять. У них настолько огрубело сердце, настолько до того понимание мира стало таким бетонным, они не могут понять Царство Бога. Поэтому притчи для них закрыты, но когда мозги повернулись, когда все развернулись, мы понимаем Царя, мы понимаем это Царство, мы радуемся, мы торжествуем, и мы, последние, становимся в этом Царстве первыми. Это Иисус сказал ученикам, которые говорят, мы все, мы уже, мы никто. И это риторика Матфея, риторика Матфея, которая писала и у Девого христианской общине, которые стали в своем мире никто. Они изгорили. Я думаю, что это уже было серьезное напряжение между церковью и синагогой. Под церковью я не понимаю церковью такого константиновского эпохи, то есть, или когда уже настало полностью. То есть, это все еще, как бы, скажем, ну, как бы, конфликт в синагоге Израиля и конфликт в синагоге Христа, в синагоге Мессии. Понимаете, да? И вот, нужно было, это книга ободрения, это притча, часть общей композиции, общей риторики евангелиста Матфея, который ободряет своих еврейских братьев, христиан, или мессиан, не знаю, как правильно говорить, но я буду использовать такой термин. Показать, что все правильно, все нормально. И там мы встречаем у Матфея такие очень интересные фразы, да, где двое или трое собраны вокруг меня, там, во имя мое, есть параллель, или, я не знаю, вы, наверное, говорили, да, что есть такая, у Равинов было пословица, где двое, трое посреди трое, возле, вокруг Торы, там прибывает Шехина. Понимаете, да? Но здесь, то есть, это очень глубокие еврейские темы, особенно, когда мы считаем Ивангелем Матфея. И вот эта притча по своей структуре, которая какая-то разворачивается, да, там содержание, которое показывает этот разворот, да, сюжет, история, и ее функция повернуть и ободлить братьев, ободлить Петра, что вы первые в этом царстве. Вы первые вышли, вы как последние стояли, и кажется, что перед вами там целая очередь тех, кто заслужил, но царство Божие абсолютно другое, царство Отца, оно другое. Понимаете, да? В первую очередь, вот это вот, и тогда мы понимаем часть, и тут же понятен Матфея, когда говорит о великом поручении, идите научите все народы. Ну, это просто нет времени, то есть, понимаете, каждый фрагмент есть часть общей истории, как минимум, каждый фрагмент есть часть композиции книги. Вот, если вы глубоко будете изучать Матфея, вы просто будете, да, любая книга, знаете, когда начинаешь ее хорошо изучать, она, ну, у меня вот Лука одно время нравился, сейчас, и он мне нравится, сейчас я хочу перейти немножко к Яну, думаю, в церкви с Нового года по Яну проповедовать. Вот, поэтому очень отличается. Понимаете, но каждый фрагмент, частное целое, и вот эта форма, содержание, функция. Теперь я вам показал вчера пример, я прочел, это легкий пересказ, да, но я попытался сделать вот этот вот, этот шаг, да. То есть, я изучил источник информации, как смог, несовершенно, ну, как смог, и потом я хотел передать, сделать, но не просто перечитать эту историю, да, а учитывая форму, структуру, содержание, функцию текста, хотел создать такой релевантный, то есть, соотносящийся текст, чтобы дальше его коммуницировать. Было понятно вчера, когда я читал вот эту вот историю, то есть, были слова, которые, ну, были понятны, ну, и не нуждались в каких-то уточнениях, или, было понятно, да, то есть, значит, что моя коммуникация достигла успеха, да. Это лишь маленький фрагмент. Конечно, в устной коммуникации чуть сложнее, особенно для такой человека, как я, потому что, когда ты написал, прочитал, там все уже вылито и отлито, да, вот. Но я экстраверт и очень много импровизирую. Я себе могу написать план, но я могу потом просто уйти в сторону, и для меня это очень важно, держаться от того, что сделал. Но я потом буду говорить, когда мы будем говорить о провозглашении, иногда, когда все закатано, все сделано, можно и импровизировать. Потому что кто любит джаз, знаете, импровизация в джазе, это не просто так сел себе и пошел гнать, она хороша тогда, когда очень хорошо проработана тема. Принцип, я не музыкант, но принцип джаза, да, сначала идет тема, то есть какая музыка, мы угадываем мелодию, а потом эта тема начинается уже в джазовой обработке. То же самое и проповедь. Это не поток сознания. Встал и вот, это когда мы общаемся, да, или на группе делимся. А тема должна быть проработана. А поток сознания, это когда вот я вышел и говорит, ну я хочу говорить вам и вот, вот, и вот просто вот говорю, да, без подготовки, без ничего. Вот, поток сознания, вот идет, то, что пришло на ум, да, понимаешь, поток сознания, вот он идет, ну бывает там, человек, когда у него там большая база, то его включается, там уже механизм там обработки и выработки, и передачи, то есть накручен, да. А когда, ну, проблема, когда человек не знает темы, и идет поток сознания, и вот это вот проблема. Я ощутил, то есть, знаете, всегда было, я как проповедник рос в церкви где-то, ну, где-то было человек членов 500-600, да, то есть, ну, по тем временам это такая, достаточно крупная. И я никогда не думал, что буду проповедником, честно. Я пришел когда в семинарию, да, у меня было такое, я работал проводником, начальником поезда, язык был подвешен, немножко так на улице вырос. Когда я пришел в церковь баптистскую, смотрю, там основная фишка для служения, это везде же общение, разборы, соборы, проповеди, ну, все же, единственный вот орган для служения этого. Я думаю, о, баптистам или Богу повезло, вот появился проповедник, который за словом в карман не полезет. Так вот, вот что интересно, Бог закрыл мне уста на много лет, я не мог два слова связать, а еще, тем более, у меня, я быстро, когда говорю, начинаю дыхание неправильно, вообще начинаю заикаться, вообще ничего не получается. Я понял, все, я не буду проповедником. И нормально к этому отнесся, когда пошел в другую церковь, такая автономная баптистская церковь, я уже учился в семинарии, я слушал курсы по проповеди. И когда себя услышал, увидел, был такой экзамен, каждый выходит, говорит, проповедь, снимается камера, потом мы смотрим, я себя услышал, увидел, я просто расстроился, во-первых, думаю, такой какой-то гнусявый голосок, какой-то такой вообще, там, какие-то слова-паразиты, жесты какие-то невероятные, нет, я, ну, я не буду позориться, и решил. А когда перешел в другую церковь, там, ну, раз, и там как-то свободно, так вот, проповеди, могло быть, по четыре, по пять, вот я ему говорил, я так захожу, так, сел себе, и я помню, один брат так подходит, говорит, брат, подходит, есть ли у тебя слово, ну, в смысле, я говорю, нет, нет, я ничего не готовил, а мысль? Ну, мысль есть какая-то, ну, ну, есть, поделись, брат, и так, он так, раз, видясь, в обнимочку, туда, там, обычно, вот, ну, вот, так вот, церковь, и здесь сидят братья и кафедра, я иду, и вот так вот меня, а мысль, и приучили к проповеди, и, конечно, самое, это страшно, да, такая, вот, психологи говорят, это чувство социальной тревоги, да, то есть, когда ты выходишь на тебя, даже, вот, вы заметите, вот, мы сидим, вот, будем сидеть, будем общаться нормально, кто-то просто скажет, а ну, выйди, встань и скажи, уже какой-то трепет, но только что сидели, было нормально, все было, вот, вышел, и какая-то уже, ну, тревога, да, то есть, и все это мы испытываем, такой страх перед аудиторией, и это всегда борьба, то есть, борьба, вот, моя борьба, когда шел на кафедру, этот страх перебороть. Просто страшно. Два момента, которые помогли мне этот страх преодолеть. Первое, я вдруг увидел, когда я очень хорошо знал тему проповеди, страх исчезал. Во-первых, я себя чувствовал свободно, спокойно. Я спокоен. Как минимум, я просто монотонно перескажу, что я приготовил. Но оказалось, когда ты спокоен исчезает страх. Второй момент. Чем больше проповедь базировалась на библейском авторитете, тем дерзновение я себя чувствовал. То есть я просто говорю, чувствую какой-то идет авторитет. И авторитет не в моей личности. Потом это, конечно, было сложно, потому что как-то начало нравиться молодым слушателям, братьям, и они говорят, о, ты когда выходишь, ты как пророк Исаия. И тут меня бац перемкнуло, потому что я понимаю, каждый раз хитов не будет. И эти такие уже комплименты, они немножко меня напрягали, потому что я знаю, что каждый раз это будет что-то ожидать. А не бывает, что вот кофе не выпил, я шучу. Понимаете, да? Так вот, здание темы. Знаешь тему хорошо, проработал, спокоен, и тогда можно импровизировать. Ты просто чувствуешь, что сейчас этот акцент нужно сделать больше. И делаешь спокойно, что у тебя есть база, у тебя есть основания. Хорошо. То есть я просто вчерашний пример притчи показал, что... Еще такой момент. Вчера, когда я говорил о... Помните, рисовал такую... социальную стратификацию иудейского общества. Одну деталь я просто выпустил. Это была проповедь на 8 марта. Женские истории для мужчин. И, кстати, ее запомнили даже позачаравнили. Вот жалко, мы не записали тогда проповедь про козлов. Потому что я сказал, что мужчины козлы. И вот мужчины запомнили, что они козлы, а речь-то была не о мужчинах, речь-то была женская история для мужчин. Вот. Сейчас, сейчас. Такой вот момент очень важный. Потому что, помните, мы сказали, что цель восстановить, восстановить общение, человека восстановить в новом творении. Это в общении с Богом и друг с другом. И вот в этом контексте история, вот видите, вот эти вот маргиналы, и вот здесь не видно, красные линии, значит, невозможно ее преодолеть. Вообще социальная динамика в античном древнем обществе и в израильском. Не очень была такой. Сейчас, в принципе, на Западе, в советских времен, когда социальная динамика чуть-чуть подвижнее. То есть можно из одного класса перешагнуть в другой. Ты родился в семье рабочих крестьян, но ты мог получить высшее образование или пойти в партийную школу и стать потом в номенклатуре или стать инженером. То есть социальная динамика, то есть пересечь эти вот лестницы, социальные ступеньки, можно. Тогда не было так, ну, подвижно. В принципе, все закреплялось. Если ты сын плотника, ты будешь плотником. Сын рыбака, будешь рыбаком. Сын чиновника, будешь чиновником. Сын вельможи, будешь вельможей. Сын царя, будешь царем. Понимаете? Но, в принципе, можно было. Вот землю, наверное, можно было получить, участвовал в войне. Победили, награбили, получил. Так получали свободу, так получали римское гражданство, так получали землю, титулы. То есть, в принципе, можно, но достаточно было все ограничено. Вот кто попадал сюда, все. Никакой надежды, никаких передвижений. И вот в этом контексте я хочу, чтобы вы посмотрели историю исцеления прокаженного. Ведь иногда вот очень много смотрите, Господь исцеляет. Это не просто исцеление. Это не просто исцеление. Что такое прокаженный? Этот человек навеки, ну, в основном, потому что проказа там целый спектр кожных заболеваний, да, человек мог выздороветь. Но если там уже было серьезно, значит, он навсегда, навеки, что? Отчужден от общества. Что такое быть отчужденным от общества? От семьи. Представьте, отец или мать, то есть, или это ребенок чей-то, ну, пусть взрослый. Все, отсечен. И поэтому исцеление прокаженного это восстановление. Это не просто, ну, это восстановление в сообщество, в общение. Понимаете? Вот. Поэтому мы немножко так под одним углом все видим. То есть, если мы посмотрим это, когда Иисус переворачивает, да, это восстановление в общении. Представьте, человека никто никогда не трогал. Я слушал проповедь от моего профессора Гомелетики во второй семинаре, он такие говорил, он начал проповедь, он коснулся меня. И тогда проповедь такая от первого лица, то есть, прокаженного. И так вот, несколько раз повторял, он коснулся меня. И вот он рассказывает историю, как уже десятилетия никто не прикасался. Как я хочу прикоснуться к своей жене, как я хочу, чтобы она меня коснулась, как я хочу обнять своих детей, своих внуков. Я слышал, что у меня родился внук, но я никогда к ним не прикоснулся. И никогда у меня внучка не подойдет и не обнимет, но он коснулся меня. Понимаете, да? Окей. Идем дальше. Это просто я вчера момент забыл. Сейчас мы вот на этом этапе. Передающий сигнал, да? Как теперь истолкование, то есть, ведь проповедь библейская, это не просто так, истолковали текст, пересказали текст. Этот текст означает, что Бог нас любит. Аминь, братья. Аминь. О, и так. Давайте поклонимся. Ну, что-то вот. Ну, любит, да, знаем. Не завело, да? Поэтому как создать? Во-первых, нам нужно сейчас язык. Создать это послание, да? Коммуникацию. Но есть маленькое задание. Задание с интересной школы. Просто посмотрим, как вы сказали. Да, как вы... То есть это лабиринт. О, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Да. Это лабиринт, это лабиринт. Там, 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 там. Пройдите этот лабиринт. Да, где старт. Финиш там справа, видите? Спасибо. Да, да, энд, энд. Ну, просто было на английском, на русском нету. Может, где-то перевели учителя воскресной школы. Я не знаю. Ну, я думаю, здесь ничего такого. Это лабиринт. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...